Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер те, кто присутствует в аудитории, те, кто присоединился к нам дистанционно. И мы начинаем семинар по теме «Эффективная письменная коммуникация». Меня зовут Ирина Александровна Касимова. И в учебном центре специалист при МГТУ имени Паумана я являюсь преподавателем. И «Эффективная письменная коммуникация» – это один из востребованных курсов учебного центра. Я являюсь специалистом в области филологии, психологии. И также получила еще одну специальность в учебном центре «Специалист» в области HR. И на данный момент я руковожу HR-департаментом в одной из крупных компаний. Являюсь членом Национального союза кадровиков. И одна из моих побед в этом году, в 2019-м, это запустился онлайн-курс «Личная безопасность. Правила безопасного поведения в цифровой среде» на платформе «Открытое образование», где лучшие вузы Российской Федерации. Также у меня есть книга «Точка входа». То есть к эпистолярному жанру я отношусь очень трепетно и применяю свои филологические базовые знания и психологические знания, которые передаю всем слушателям, которые приходят к нам на курс «Эффективная письменная коммуникация». Сейчас я вывела на экран для вас всю богатую палитру наших курсов, которая проходит в направлении кадрового менеджмента. И если вы увидели, то вот здесь, внизу, это рекомендуемые курсы, которые мы советуем пройти практически всем нашим слушателям, которые прокачивают навыки soft skills, мягкие навыки, которые пригодятся любому человеку, чем бы он ни занимался, в каких бы областях он ни развивался. И «Эффективная письменная коммуникация» является одним из таких курсов. Режим нашей работы будет следующий. Мы начали с вами в 17.30 и закончим мы в 18.15. Часть этого времени я займу презентацией курса о основных его моментах. В свое повествование я обязательно включу кейсы, мои личные кейсы и кейсы наших слушателей, живые кейсы, на основании которых вы можете судить о степени проработанности материала, которые вы, придя на курс, сможете освоить. «Эффективная письменная коммуникация» – сам курс состоит из нескольких модулей. Они сейчас появляются перед вами. И это пять модулей. В себя включает курс, длительностью он идет 16 часов. Это два дня, по 8 часов мы занимаемся полными днями. И первый модуль – это стратегия письменных коммуникаций и традиции «Новые технологии». Мы, конечно же, без традиций не обойдемся, на основе чего письменные коммуникации у нас существуют. И не обойдем, просто жизнь нам не даст обойти новые технологии, которые сейчас в письменные коммуникации входят очень активно. И если два года назад о чатах мы практически не говорили ничего, то сейчас чаты входят уже в сферу и официальных коммуникаций, и менеджеры по продажам не говорят о том, что они очень активно используют это как каналы вплоть до заключения сделок, подготовки материалов для заключения сделок. Модуль второй посвящен основным принципам письменных коммуникаций. И третий – составление оформления писем, как в электронном варианте, так и в бумажном варианте, отчетами. Мы также с вами будем заниматься как формой письменной коммуникации. И коснемся в пятом модуле внутренних документов компании и правил документа оборота. Так, звук пропадает. Ну, коллеги, буду пробовать еще. Хорошо. Давайте вы мне еще раз присигнализируйте, как со звуком. Раз, два, три. Раз, два, три. Добрый вечер. Когда вы пробуете, звук отличный. Когда я пробую, звук отличный. Спасибо. Давайте я тогда... Да, потом он уходит совсем. Извините, что я прервала вас. Да. Спасибо большое. Я тогда придвину поближе микрофон. Сделаю совсем его близко. И в одном из бестселлеров современных «Новые правила деловой переписки» вы можете себе это в копилку записать. Есть такие авторы – Сарычева Людмила и Ильяхов Максим, которые сделали целую книгу по эффективной бизнес-коммуникации. Они написали такую важную для меня фразу, что важно помнить, что вежливость не в словах, она всегда в отношении. И здесь на самом деле сразу срабатывает два фактора. Один фактор – мы, конечно же, должны знать правила и литературного языка, и правила грамотной речи. И важно еще понимать, с кем мы ведем переписку, в каком тоне ее можно вести, сколько времени она у нас будет занимать от отправления письма до получения ответа или от отправления сообщения до получения ответа. Эти все факторы необходимо учитывать. И наш курс – это, в общем-то, курс, который поможет вам подойти к переписке не только с точки зрения технологии, но и с точки зрения психологии. Когда мы понимаем, кто там у нас на конце нашего послания, то таким образом мы сможем более точно составить и текст, нам станет понятно, какую лексику использовать, нам станет понятно, какой источник для коммуникации выбрать. Поэтому здесь уважение не только к тому, как мы грамотно напишем письмо, но и как мы будем относиться к своему собеседнику по переписке. Мы рассмотрим в курсе, для чего нужны письменные коммуникации. И, конечно же, такие, с одной стороны, банальные вещи, а с другой стороны, достаточно важные, особенно в деловой переписке, что сохраняется запись сообщения. Особенно при заключении определенных соглашений это бывает достаточно важно. В письменных коммуникациях, то есть в письме, в чатах, мы обеспечиваем письменное обоснование для обсуждения какой-либо темы или доказательства. Дело в том, что на нас сейчас просто сваливается поток информации, и иногда мы находимся в конкретный момент с несколькими людьми в письменной коммуникации. Это могут быть и чаты, и электронная почта. Поэтому сохранение переписки, конечно, очень важный момент. Мы тогда можем хотя бы воспроизвести предварительные договоренности. Мы можем прояснить сложный вопрос. И момент здесь такой, с одной стороны, простой, а с другой сложный. Да, мы прояснить-то можем. Но если вдруг в течение нашей переписки мы чувствуем, что отношения с нашим партнером напрягаются, то есть идет какое-то эмоциональное напряжение, а возможно даже разворачивается какая-то конфликтная ситуация, то этот момент мы тоже обязательно будем рассматривать, как не довести переписку до конфликта, либо мы чувствуем, если что напряжение, вот оно возрастает, каким образом деликатно, профессионально, с уважением к нашему партнеру и к самому себе перевести переписку в другой, может быть, вид общения. И, конечно же, мы передаем в переписке какую-то важную информацию или официальную информацию так, чтобы она оставила цифровой след либо след на бумаге в конверте. И нам нужны письменные коммуникации в чатах. Да, мы создаем групповые чаты так, чтобы одни и те же сообщения видели несколько людей. Либо это письмо, которое отправляется по электронной почте, где получателями этого письма могут быть основные, кому адресованы наши сообщения, и в копию поставить, например, руководителя этого человека, для того, чтобы он тоже был в теме нашей переписки. Для чего же нужно знать правила составления и оформления писем? Конечно же, с перепиской деловой, в том числе и в чатах сейчас, мы поддерживаем имидж компании и собственный имидж человека, профессионала, который вступает с кем-либо в коммуникацию. И от того, насколько грамотно мы это делаем, какие слова мы используем, насколько витиевато или наоборот проста и доступна наша речь, насколько мы общаемся в среде, например, профессионалов определенной лексикой, а в среде людей разных специальностей мы уходим от профессиональной лексики и переходим к лексике общеупотребительной для того, чтобы нас понял любой человек, который слушает. Также нам необходимо знать правила составления и оформления письма для построения корректной, структурированной коммуникации. Иногда наши слушатели даже говорят, что когда они садятся и задумываются, каким образом, в какой логике они выстраивают свое письмо, мы говорим сейчас о электронной переписке или о письме в конверте, тогда и сама структура мысли, она выстраивается по-другому, логика меняется, аргументы, человек начинает подбирать другие, более весомые. Также нам правила помогают получить гарантии предварительных устных договоренностей. И еще один фактор, для чего нужно знать правила составления и оформления письма, это точное достижение цели. Мы, конечно же, стремимся, мы для чего пишем письма, сообщения, для того, чтобы вызвать какое-то действие. Преимущества у письменных сообщений, безусловно, есть. Это, еще раз повторю, что это передача важной официальной информации, в том числе и конфиденциальной. И тогда, если это электронная почта, то пишется определенная пометка, что только для служебного использования или только для определенного круга лиц, для руководителей определенного уровня это письмо предназначено. Если это сообщение идет в коммуникационный чат, то также и я лично использую такие пометки, как данное сообщение является сообщением закрытым для всех остальных пользователей, открыто только для тех, кто находится в этом чате. Фиксируется информация, на которую можно сослаться, и впоследствии остается так называемый информационный след. Если это письмо в конверте, бумажная переписка, то оно, как правило, в документообороте находит свое место в определенной папке и фиксируется специалистами в определенном журнале. Если это даже переписка в чате, то к ней тоже можно вернуться, хотя в чатах это не очень удобно делать. Как правило, важное сообщение может просто засыпаться другими, но, тем не менее, это лучше, чем ничего совсем. Также мы можем, когда планируем определенное сообщение, мы отбираем и правильно оформляем мысли и четко формулируем, согласовываем договорные какие-то условия, так, чтобы наш собеседник понимал нас, а мы, в свою очередь, понимали условия договоренности нашего собеседника. Но было бы неправда, если бы мы говорили, что у письменных сообщений есть только преимущества и нет никаких недостатков. Недоставки, конечно же, тоже есть. И о них мы можем сказать о нескольких. Это одна направленность. Например, если я использую в данный момент только электронную почту, либо это письмо в конверте, то я его отправляю, и у меня нет возможности дать объяснение в срочном порядке, либо получить в срочном порядке объяснение от моего партнера по переписке. Это, конечно же, затраты времени и средств на подготовку. Для того, чтобы набрать письмо, либо сообщение в чате, требуется определенное время, определенные условия. И сейчас многие люди, которые живут в очень больших скоростях, отказываются уже даже от набора коротких сообщений в чате, переходят на голосовые сообщения. Но здесь минус в чем? В том, что голосовые сообщения мы не всегда сможем прослушать. У нас нет, если мы находимся на совещании, либо какие-то другие важные дела, у нас нет возможности прослушать голос, то переписку мы можем прочитать. Но для этого нужно потратить определенное количество времени. Задержка по времени между отправкой и получением становится критична, если это у нас, как говорят, горят сроки, перед, например, заключением каких-то договоров, либо по истечении срока выполнения каких-то работ. И важным моментом задержка является, когда особенно у нас письмо идет в конверте. Мы тогда просим нашего партнера по переписке продублировать это письмо по электронной почте и хотя бы в этом смысле как-то ускорим наш процесс коммуникации. Конечно, если мы уже отправили сообщение, либо письмо по e-mail, либо мы написали письмо в конверте, невозможно отыграть назад. То есть вернуть те досадные неточности, поспешности какие-то, непродуманные обещания. Бывает, что нас захлестывают такие эмоции, что мы в чат кидаем какое-то возмущение свое, и партнеры по переписке его видят, мы не успеваем его удалить. Поэтому сиюминутные эмоции, если просачиваются в чаты или в переписку электронную по e-mail, то даже уже на основе этих сообщений мы можем получить какую-то конфликтную ситуацию. Виды письменных сообщений, их всего несколько. Это деловые письма, это сообщения в чатах, это отчеты в электронном левиде, в бумажном левиде они подаются, но они все-таки относятся тоже к видам письменных сообщений. И презентация. Как правильно составлять бизнес-презентации? У нас в учебном центре специалист есть отдельные курсы в Порнпойнте бизнес-презентации. Пожалуйста, обращайтесь внимание на наш сайт, и вы увидите там и расписание курсов, и преподавателей, которые его ведут. Важные вопросы перед отправкой письма, их четыре. Я рекомендую нашим слушателям всегда их задавать. Первый вопрос. Вот вы сели сейчас написать определенное сообщение определенному человеку. Задайте себе вопрос, действительно ли данному человеку в настоящее время нужно ваше сообщение? Следующий вопрос. Какими коммуникационными возможностями для связи с выбранным корреспондентом вы располагаете? Например, много сейчас сообщений уходит в Телеграм, однако же не все руководители, например, в Телеграме присутствуют. И поэтому нужно всегда обращать внимание человека, кому вы хотите послать сообщение, задать простой вопрос. Скажите, пожалуйста, каким видом связи вам удобно пользоваться для обсуждения этого вопроса? И вам обязательно ответят. Причем не нужно удивляться, если вас попросят написать электронное письмо, либо кинуть просто суть сообщения в чат, например, в WhatsApp, и то, и другое, очень приемлемо, особенно в деловой переписке, электронная переписка, потому что история ее сохраняется, тема письма сохраняется, и легко можно восстановить. Следующий вопрос, который важно задать себе перед отправкой письма, можете ли вы точно гарантировать, что ваше сообщение действительно получит тот, кому оно предназначено? Зачастую такие электронные особенно ящики, как инфособака, там название компании точка ру или точка ком, приходит сообщение, письмо или документ на общую почту, рассматривается там определенным человеком или службой, и возможно ваше сообщение откроет тот человек в компании, которому совсем не предназначалось. та информация, которую вы закладывали. Тогда желательно задать вопрос человеку, которому вы присылаете на эту почту, точно ли он откроет это письмо. И иногда бывает, что это откроет секретарь, она мне обязательно передаст, либо бывает и такой ответ, что инфособакакомпания.ком это моя почта, я с ней регулярно работаю, постоянно на связи. И последний вопрос, который желательно задать себе, какой из способов отправки сообщения с учетом его реальной важности, срочности, а не только того факта, что вам хочется побыстрее отправить его, доставит меньший хлопот вашему корреспонденту. Следующее. Что интересного будет на курсе? На курсе будут реальные, но недопустимые ошибки в переписке. Будут живые кейсы из моего собственного опыта, а у меня очень большой опыт переписок, очень активный с линейным персоналом, и с линейным менеджерами, и топ-менеджментом, и первыми лицами разных компаний, разного уровня договоренности у меня прорабатываются через переписку, поэтому буду рада поделиться. Также будут кейсы из опыта наших слушателей, которые разрешили нам пользоваться на наших семинарах, и алгоритмы и схемы переписок как электронной почтой, так и бумажными носителями, так и в чатах. Ну вот, к примеру, для того, чтобы мои слова были не просто словами, это реальная переписка. Я называю такие письма для мусорной корзины, когда нет обращения, то есть человек выслал, вложил какой-то файл, его не прокомментировал, нет обращения к человеку, кому высылает, и бывают еще такие письма, как пересланы, человек нажимает на кнопочку «переслать», абсолютно не заботясь о том, что тот человек, который получает это письмо, ему нужно разобраться в том вообще, что ему такое прилетело. Не говоря уже о теме письма, которое, возможно, вы когда-то получали, вам все понятно, вам кажется, что будет понятно и тому человеку, которому вы посылаете, это будет совершенно не факт, и, как правило, занятые люди, а это руководители, они выбрасывают такие письма в корзину. Я вам приведу письмо, реальную переписку, которую прислала мне наша слушательница с курсов как раз «Эффективная письменная коммуникация». Она побывала на первом дне нашего курса и написала мне такое письмо. «Добрый день, к сожалению, я не смогу прийти на занятие 24-го тогда-то по семейным обстоятельствам». И указывает это обстоятельство, что у ее ребенка есть чемпионат Москвы, и это для нее является таким серьезной причиной, почему она не придет на занятия. Домашнее задание я передала своей коллеге Валентине, и мне очень понравилось первое занятие, было интересно, познавательно и весело, спасибо. Дальше идет полная подпись, и так как это письмо отправлено с корпоративной почты, полный адрес и контактные данные этого человека. Обратите внимание, что здесь есть элемент эмоций, легкий элемент. К сожалению, человек сожалеет, что не сможет прийти на следующее занятие, объясняет причину, пишет такой позитивный для меня, как для преподавателя, аргумент, что задание она выполнила и передала с коллегой со своей. И такой, ну, достаточно тоже важный для меня фактор в этом письме есть, что занятие она оценивает хорошо и благодарит. В следствии этого письма я ей отвечаю, что благодарю за отклик и за выполненное задание, пишу ей о том, что будет на следующем занятии, и выражаю надежду, что коллега вам материал передаст, и желаю удачи и надеюсь на новые встречи. Это очень вежливая переписка, она не всегда бывает такой, но на самом деле ее можно принять за такие очень короткие сообщения по электронной почте, которые приемлемы и создают такую деловую позитивную атмосферу. Мы также будем разбирать на курсе процессы переписки, в данном алгоритме переписки, в данном конкретном примере вы видите процесс переписки по запросу. Как правило, это в компаниях есть регламенты переписки по запросу, есть некий запрос. Ответьте, пожалуйста, коллеги в таком-то сроке, в такие-то сроки на наш такой-то запрос. Когда ответ получен, мы, как правило, оцениваем, он нас устраивает, и тогда мы даем фидбэк, да, благодарим вас за полученную информацию, принято. Бывает даже просто слово «принято», там и подпись этого достаточно. Если нас полученный ответ не устраивает, мы просим дать какие-то дополнительные разъяснения, прояснить ситуацию, и, как правило, дальше просим прояснить ситуацию до момента, пока нас эта информация не будет устраивать, даем фидбэк «спасибо», «благодарим», «всего доброго». Это в том варианте, если все хорошо проходит, информация нас устраивает, и мы даем положительный обратный ответ. Если нет ответа, то, как правило, это деловая переписка, мы посылаем повторный запрос с прикрепленным первым запросом, и это неблагоприятное развитие, я специально его так усилила, нас не устраивает, например, ответ, либо нет по-прежнему никакой реакции на наш запрос. В компании такие письма не должны оставаться без ответа, и я всегда рекомендую вводить, пусть и небольшие, но какие-то санкции. То есть это может быть замечание руководителя, хотя бы это. Так, чтобы в процесс переписки входил какое-то уже определенное русло предсказуемое, для того, чтобы все в компании понимали о том, что посланный какой-то запрос должен обязательно иметь какой-то ответ. Один из важных приемов и принципов деловой переписки – это, если это электронная почта, и если мы пишем какой-то, один хотим обсудить какой-то вопрос, пожалуйста, пишите только одно письмо, обозначайте его темой в окошке темы письма, потому что благодаря этому обозначению ваш партнер по переписке может тогда сориентироваться и открыть его. Еще бывают такие маркеры, как восклицательный знак, который тоже обращает внимание на то, что письмо очень важное. Но восклицательными знаками желательно не злоупотреблять, иначе большое количество таких писем с восклицательным знаком уже будут пропускать и не обращать на них пристальное внимание. Мы будем разбирать такой принцип, как KISS. Ничего общего с поцелуем не имеет. Это краткая информация по ключевым моментам. Мы будем говорить о том, как быстро, доступно изложить эту информацию, каким образом, какую лексику использовать, даже если вы специалист высокого уровня и пишете руководителю, топ-менеджеру какое-то сообщение, либо составляете отчет, какие слова при этом нужно использовать. И мы всегда рекомендуем при переписке, если есть возможность, обязательно использовать картинки, схемы, диаграммы. Они воспринимаются очень хорошо, особенно руководителями, потому что у них большой объем переработки информации ежедневно идет. И если вы, например, провели какой-то опрос и облекли его только в цифры, и это текстовый файл воспринимается очень тяжеловесно, пожалуйста, используйте схемы, диаграммы, карты, географические карты. Виды сообщений будем также рассматривать очень подробно. И это будут положительные сообщения, которые мы, как правило, рекомендуем начинать с информирования об удовлетворении просьбы. Это, например, когда мы пишем запрос о сообщите нам, пожалуйста, такую-то информацию. И если это, например, мы закончили успешно работу по какому-то договору, то мы можем выразить в заключении намерение о будущем сотрудничестве. Есть нейтральные сообщения. О чем они? Мы, как правило, излагаем суть. Позитивно говорим о действии, которое произведено, которое ожидается от читателя этого письма. Ну, предположим, это рекламное письмо. И мы излагаем, например, суть предложения. Мы упоминаем о том, что мы будем вам признательны, если вы ответите нам, насколько актуально для вас наше предложение. И мы готовы ответить на все вопросы, которые вы нам зададите в вашем сообщении. Есть также плохие новости. Не секрет, время от времени нам, особенно в служебной деятельности, приходится отправлять такие сообщения. И мы рекомендуем всегда начинать с нейтрального комментария о теме письма. Объясняем причину сообщения плохой новости. Ну, предположим, поставщик не успел собрать ваш заказ, и мы не уложились в сроки, потому что, ну, вот сейчас это будет очень актуально, особенно при пересылке каких-то заказов к Новому году подарков, каких-то больших или трудоемких заказов и выражаем намерение о продолжении сотрудничества. В плохих новостях ключевым является объяснить причину сообщения, плохую причину сообщения. Почему это произошло? Мы открыты перед нашими клиентами или перед нашими поставщиками, и таким образом остается позитивно открытая дверь для будущих коммуникаций. И четвертый вид сообщения это отказы, когда мы говорим вообще, что нет, но однако же мы повторяем просьбу адресата, приводим убедительные аргументы и констатируем отказ. Да, мы, к сожалению, не можем выполнить вашу просьбу, но при этом оставляем опять открытую дверь возможность перспективы для сотрудничества. Мы будем также разбирать конфликты в переписке, как я уже говорила. Вот сейчас вы видите перед собой это реальный конфликт, который в чате в WhatsApp, в служебном чате идет. Первое сообщение «Доброе утро всем!» это пишет линейный сотрудник. И второе сообщение это сообщение руководителя этого сотрудника, который призывает к уважению. Прочитали, да? Могу переключать? Будем затрагивать также международную переписку с учетом специфики той страны и тех традиций, которые присутствуют у наших партнеров по переписке. Также будем говорить о подготовках большого отчета и не очень большого, но в большом отчете мы рассмотрим пять этапов. Листинг – это подготовка материалов к большому отчету, предположим, ежегодные какие-то отчеты в компаниях, где есть определенные процессы, которые необходимо оценить и спрогнозировать может быть процессы эти на будущий год. Второй этап – это сортировка этого материала, который мы набрали для подготовки отчета. Понимание, что нам пригодится, что нет. Этап третий – мы упорядочим, мы приводим в порядок и в определенную логику построения для нашего отчета этих материалов. проверяем, насколько соответствуют истине все материалы и записываем. И, как правило, я рекомендую еще, как свой собственный лайфхак, это отдавать уже готовый отчет на экспертную оценку либо своим коллегам, которые также находятся с вами в отделе, для того, чтобы они посмотрели, насколько корректно указана вся информация. И последнее, после того, как мы записали, мы редактируем с учетом, может быть, правки руководителя либо коллег, которые внимательно прочитали наш отчет. По окончании курса вы будете уметь учитывать особенности письменной формы коммуникации в деловом общении, как просторечие можно использовать, насколько можно написать человеку «Привет», либо «Добрый день», либо «Доброго времени суток», выбирать письменную форму коммуникации в необходимых форматах делового общения, создавать качественные регламентированные письменные сообщения с использованием шаблонов и правильно использовать электронную почту. В том числе и мы рассмотрим такие важные моменты, как безопасность ваших сообщений и насколько у вас конкретных слушателей, кто придет на курс, насколько эта тема актуальна и важна у вас в компании. Я предглашаю вас записаться на курс «Эффективная письменная коммуникация». Мы стартуем 16 ноября в 10 часов утра. Мы будем заниматься целый день до 17 часов 10 минут и через неделю также в субботу сейчас коллег спрошу аудитории это какой следующая суббота будет после 16 23 ноября у нас будет еще одно занятие. Таким образом курс включает в себя повторю 16 академических часов. У нас будут с вами методические материалы и вы уйдете не только с тем материалом, который я для вас приготовлю большим багажом, но и теми лайфхаками, которыми щедро делятся как правило наши слушатели на занятиях и еще с теми знакомствами, с теми контактами наших слушателей уважаемых, которые приходят к нам в центр обучаться. Конечно же по окончании курса вы получите документы об окончании, это будет свидетельство либо удостоверение, если вы проходите большой какой-то пакет наших курсов. если вам необходимы сертификаты международного образца, они также вам будут высланы в электронном виде нашими администраторами. И последний мой слайд, который заканчивает мою вот такую речь. Пожалуйста, записывайтесь на наш курс, пишите мне на почту, если есть какие-то вопросы появились сегодня у вас, пишите на почту на корпоративную, вы сейчас видите ее на слайде, либо вы можете зайти на сайт учебного центра специалист, войти на мою страничку Касимова Ирина Александровна и оставить на мой почтовый адрес какой-то вопрос. Точно так же вы можете постучаться ко мне в друзья на фейсбук Ирина Касимова и в инстаграм Ирина Касимова 9182 и можете оставлять в директе и сообщение в личке в мессенджере точно так же. Пожалуйста, уважаемые слушатели в аудитории, есть ли какие-то вопросы? и вопросы.